Город Ветка, средняя школа номер один. Ровно 10 лет тому, подчас святкования 100-годзя с дня народжения знакомитых земляка, ее было присвоено имя Андрея Грамыки. Ему же присвечена и основная частка экспозиции школьного музея. Об его узроне можно мерковать по таким факте. Зараз прошли все необходимые в таком выпадку узгаднений на присвоение музею звания «Народный». Что тысяча непосредных экспонатов, то значная их частка – подарунок семьи Грамыки. Недзе два месяца тому тут отрымали уникальные документы, які допомагают больше деталево уявить працовный шлях знакомитых земляка. Спочатку супразовника Народного комиссариата замежных справ, потом посол и первый советский дипломат у Организации обеднанных наций. С 1957 года министра замежных справ Советского Союза уперед с 1985 до 1988 старшиня президума Верховного совета СССР. По сутности, эта посада узровню керуняка Великой Державы. У нас даже есть такая задумка – сделать вот здесь экспозицию, посвященную не только Андрею Андреевичу, но и его семейству. Анатолий Андреевич был член-корреспондент, его сын был член-корреспондентом Российской Академии наук, директором Института Африки. А внук Алексей Анатольевич, он сейчас директор Института Российской Академии наук, Института Европы. и тоже член-корреспондент Российской Академии Наук. Память об знакомитым земляку овецы заховываются не только в школьном музее. Тут есть в улице имя Грамыки и просвечена ему стела на Аллее Героев. А тому совсем не выпадково, что минавито в этом городе даден и старт початку мероприемства просвеченных двоечных героев социалистичной працы. На международную конференцию запросили навыков соус Беларуси, России и Украины. Мой доклад, он присвеченный формированию того света, того нового аппарата в свете, который творился после Другой святой войны в возникновении разгром нацистской Германии и АЕС-союзников. Как раз Андрей Андреевич Грамыка был активным удельником этих процессов, и он принимал удел в этих конференциях, на которых формировался новый послевоенный парадок. И его доклад довольно значный. На протягу Амаль-20-ти годов Андрей Грамыка, разом с выполнением своих основных службовых обовязков, был главным редактором часописа «Международное житцо». В 1988 году он написал двухтомную книгу «Успоминал памятное». Сегодня в свободном доступе находится шмат информации про Андрея Грамыку, а Лена Вуковцы постоянно знаходит у его биографии нечто новое. Сегодня в Москве в культурном деловом центре открывается выставка из дворцового парка в ансамбле. Сейчас сотрудники как раз находятся там. Также пройдут ряд мероприятий в учреждениях культуры, музеях, библиотеках области. Творчество, скажем, и политическое наследие Грамыка, оно уникальное, оно еще требует дополнительного изучения. И поэтому, скажем, эта научная конференция даст тот материал, который лежит в основу сборника научных статей. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель» – Зветки.